В дом на Ясной, который обрушился летом, возвращают местных жителей. Чиновники заявляют, что сделали все возможное, чтобы обвал больше не повторился. Однако вернуться домой могут не все. Как жили люди эти пять месяцев после обрушения и помогала ли им власть? Смотрите в следующем сюжете. Жизнь – сплошная борьба. За жизнь, за выживание. Так о своей жизни рассказывает Марина. Ее квартира после обрушения на Ясной 10 непригодна к обитанию. Уже пять месяцев она с мужем и пожилой мамой живут в неопределенности. Им повезло, потому что временное убежище предоставила владелица небольшого отеля. Но все это время Марина с мужем собирают ворох бумаг, чтобы получить жилье от городских властей. Или хотя бы ответ на вопрос, что делать дальше. Нас не видят. И мы для них просто отсутствуем. То есть не говоря о том, что о какой-то руке помощи, о каких-то словах сочувствия. Более того, мы отправили четыре жалобы. Одна через адвоката и две собственные жалобы на господина Жемана и на господина Труханова. Местные уверены, обрушения на Ясной можно было предотвратить, если бы на их жалобы отреагировали вовремя. Трещины на доме появились задолго до обрушения. Об этом люди не раз говорили чиновникам и коммунальщикам. Но эти обращения проигнорировали, говорят жильцы. Ответ был просто такой цинично ужасающий. Что вы так волнуетесь? У нас в районах Молдаванки дома в гораздо худшем состоянии и люди не ходят и не жалуются. Как можно относиться тогда к городским властям, если отношение к гражданам скотское? По словам Марины, в первую неделю после обрушения чиновники активно с ними контактировали и обещали помочь. Но с тех пор ни одной весточки. Даже денежную компенсацию за разрушенное жилье городские власти людям не предоставили. Оказывается, компенсацию могут предоставить либо на ремонт жилья, либо на приобретение бытовой техники. Ремонтировать нечего, потому что жилья нет. А технику купить не можем, потому что нет жилья, куда ее поставить. Понимаете? Все. Замкнутых рук. На сбор бумаг эта семья потратила уже более пяти тысяч гривен. А вот в мэрии считают, что люди собрали неполный пакет документов. Им был предоставлен список документов, необходимых для получения так называемого жилья в маневренном фонде. На сегодняшний день ни одна обратившаяся семья не имеет возможности получить пока что квартиру, по той причине, что документы в департамент городского хозяйства в том формате, который необходим, не поданы. В общем, от обрушения на Ясной пострадали три десятка человек. Девятерых отселили в детский лагерь «Мечта». Другие отказались, потому что условия там их не устроили. Ведь лагерь не приспособлен к полноценному проживанию. Спустя пять месяцев большую часть жителей возвращают домой, на Ясную. Большая часть жителей, которые проживали в этом доме, с сегодняшнего дня будут возвращены в свои квартиры. Та часть жителей, речь идет о четырех квартирах, которые не имеют пока возможности переехать в свои квартиры, поскольку они разрушены, им придется подождать. На сегодняшний день рассматривается два варианта. Это либо средства, выделенные из городского бюджета, либо путь еще один – это поиск инвестора. По словам чиновников, пока они сделали все, чтобы обрушение не произошло снова. Даже провели экспертизу, которая показала, что жить здесь якобы безопасно. Напомню, обрушение на Ясной произошло 10 июня. Чудом тогда никто не погиб. Ксения Ситинская, Анастасия Кричко, Седьмой канал.